Всем привет! Сегодня хочу посмотреть свой виноград памяти учителя на предмет отставания ягоды от плодоножки. Уже не один комментарий читаю про этот сорт и решила прийти проверить у себя. Мы уже половину его скушали, что-то оставили для себя, потому что этот сорт хорошо висит. Если его не дербанит ос, он может висеть долго, в отличие от некоторых других сортов. Вот, очень вкусный. И давайте посмотрим, наверное. Вот, здесь видно хорошо, как держится ягодка. В этом году он у меня, конечно, помельчил. Но ягода уже как бы переспевшая, поэтому если вот так вот ее дергать, то видите, она уже как бы и сама отваливается. Но так вот висит. Я не вижу, чтобы она отрывалась сама от плодоножки. Вот здесь тоже хорошо видно все. В этом году ягода немножко помельчала. Вот, видите, уже даже там, где осы и подербанили, высыхает. Ну, я не вижу, чтобы у меня отпадала ягода сама по себе. Вот она уже прям в изюм превращается. Вот. Ну, так, чтобы вот я даже трясу. Видите, гроздь трясу. Ничего не отваливается. Ничего не сыпется. Ягода может быть длиннее у нее, ну, крупнее, я так сказала. Ягода у нее может быть крупнее и гроздь длиннее. Но знаете, что я подумала? Что, возможно, могут такие сорта быть, как пересорты. Потому что вот если посмотреть, рядышком у меня растет подарок несвятая. И кто-то мне... А, кому-то я написала сообщение по поводу этого сорта, что плохая возреваемость лозы. И мне сказали, что есть подарок несвятая, а есть еще памяти несвятая. То есть, вроде бы как слово несвятая одно и то же, а перед ним стоит что-то другое. И вот мне дали понять, что, возможно, у меня просто, ну, не подарок несвятая, а памяти несвятая. Вот тоже, кстати, уже, видите, уже ягодка заизюмливается. Где-то ее тут уже осы подербанили. Где-то вот уже начинает в изюм превращаться. И вот я тоже думаю, так может быть, и в памяти учителя тоже есть, ну, как бы пересорт. Я не удивлюсь в наше время. Часто виноградари прививают, делают прививки. И мне кажется, подвой на прививке все равно дает какой-то там эффект. И когда с этих кустов берешь черенки, возможно, они тоже что-то берут от подвоя. Может, я, конечно, не права, но мне кажется, что-то в этом есть. Поэтому может такое случиться, что у разных людей в памяти учителя показывает себя немножко по-другому. У меня вот кустик растет на своих корнях. Вот прислали мне такой черенок. Я его посадила, не прививала. Ну, и вот он у меня такой, какой он есть. А может, кто-то привил. Вот тоже вот обратите внимание, когда смотрите, показывают виноградари, что вот прививку сделали на несколько сортов, и как эта прививка себя в будущем показывает. То есть на разных подвоях, хоть бы я правильно сказала, по-разному может выглядеть ягода. Вот. Ну, это я так размышляю. Если мое размышление имеет смысл, можно, конечно, на эту тему поговорить. Вот. Ну, вот мой вот такой вот памяти учителя. Всем пока.